Выставка Prodexpo 2022. Четвертый день. Мы продолжаем знакомить вас с интересными людьми, интересными продуктами и интересными компаниями. Здравствуйте, давайте знакомиться. Да, Курбанов Аскер, компания FreshInvest. Сергей Скок, компания FreshInvest. Повторяюсь за тобой. Друзья, давайте немножко о компании, чем вы занимаетесь, хотя в принципе немного уже понятно, но все же давайте из ваших уст. Давайте я начну. Компания FreshInvest, мы занимаемся оптовыми поставками орехов, сухофруктов, семян, цукатов, суперфудов. Все, что вкусно и полезно. Почему мы сегодня без этикеток? Мы хотим этим сказать что? Вы думаете, что мы вас не знаете, а на самом деле вы нас знаете. Потому что заходя практически в любой ресторан, вы пробуете нашу продукцию. Покупая торт или булочку с изюмом, вы пробуете нашу продукцию. Мы работаем в B2B сегменте, как с федеральными сетями, где вы можете увидеть нашу продукцию под STM-ом сети, так и с крупными производственными компаниями, кондитерскими комбинатами. Пробуете торт на день рождения, там наши орехи или наши сухофрукты. Покупаете по пути в офис булочку или круассан, там может быть наш миндаль или наш арахис. Если вы заходите в Чихану или, например, заказываете что-то в кухне на районе, вы тоже пробуете нашу продукцию, потому что это наши клиенты. Поэтому мы представлены в B2B сегменте и сейчас активно начинаем выходить в B2C сегмент, потому что мы гордимся нашим продуктом. Он действительно хороший и на рынке орехов и сухофруктов, где большая конкуренция, сложно отличиться. Но у нас получается. И это подтверждают, собственно, все наши клиенты, как федеральные сети, производители, сегмент хорика. И сейчас, выходя в B2C сегмент, начинаем конечному потребителю представлять наш продукт, чтобы и у него была возможность попробовать что-то в лучшую сторону, отличающуюся от масс-маркета. Вот упаковка, которая сейчас здесь стоит, вот это то, что в ближайшем будущем появится на маркетплейсе, а только уже под нашей собственной торговой маркой. И мы заморочились, мы сделали упаковку экологичную и добавили сюда определенные коммерческие хитрости, которые позволяют дольше сохранять вкус, аромат продукта, при этом совершенно не влияя на его органолептику в лучшую сторону. Поэтому будем знакомиться в ближайшем будущем уже лично с нами. Да, спасибо, Сергей, очень развернуто. Мне тоже очень понравилось. Самое главное, что видно, что человек горит своим делом и уверен в своем товаре. И товар, на самом деле, тоже говорит сам за себя, потому что я вижу огромное количество наименований, и они выглядят очень вкусно. Давайте буквально пару слов, где мы берем сырье, которое так потом вкусно разложено в этих баночках. Смотрите, сырье мы завозим из разных стран, в том числе работаем с локальным рынком импортеров. Но основное ключевое преимущество наше, да, то, что мы производим очень сильную выборку, то есть качественную. То есть у нас есть достаточно серьезная экспертиза, потому что в свое время, когда мы работали в сегменте парафармацевтики и ездили по всему миру и изучали рынки, мы научились отбирать поставщиков, мы научились работать с качеством продукции. И работа с такими крупными компаниями, со всеми производствами федеральных сетей и более сложными компаниями премиального сегмента, который у всех на слуху говорит о том, что наши качества и то, как мы с ним умеем работать, говорит о высокой экспертизе в этом. Соответственно, выборку проводят наши специалисты, которые находятся в регионах разных. Вот, к примеру, чтобы там наладить качественные поставки Макадами, мы прорабатываем там Танзанию, Руанду и Кению. Соответственно, и мы едем туда сами, сами это выбираем, сами находимся в полях. Работа в удовольствии. Можно так сказать, изучение мира и изучение как бы качественных продуктов. Но также я хотел бы добавить, что помимо линейки, которая представлена здесь, мы в свое время прорабатывали очень много уникальных продуктов, для которых там Россия не была готова на тот момент. Сейчас это обыденные продукты, как семена чая, ягоды Годжи, тренды зеленого кофе, там функциональных каких-то чаев и так далее. И мы были там пионерами этого направления. Сейчас мы понимаем, что в России есть такой отклик у людей, что хотят правильное питание, качественные продукты, готовы к этому. И, соответственно, мы сейчас готовим для рынка в ближайшее время уникальную линейку просто мега крутых продуктов, которые просто, я думаю, что как минимум создадут очень серьезный прорыв в области качества, визуализации этого продукта и той пользы, которую они могут приносить к нашим клиентам, как производствам, так и B2C, физическим лицам, гражданам нашим. Я надеюсь, наш ролик посмотрит огромное количество ритейлеров и поймут, что с вами нужно дружить уже прямо сейчас, потому что планы наполеоновские. Я понимаю, что совсем скоро вы дадите интересный продукт, который будет абсолютно всем интересен, и нужно быть первыми вашими партнерами, кто будет эксклюзивным пока еще вашим партнером. Скажите еще немножко о упаковке, потому что сразу видно, кто-то пытается сделать упаковку максимально яркой, полностью непрозрачной, чтобы человек взял по названию и уж дома посмотрел, вот это немножко как и виоленькое манго и так далее. Я так понимаю, скрывать нечего, поэтому весь товар открыт, при этом замечательный форм-фактор именно самой баночки сделан очень интересно. Вот хочется немножко подробнее о упаковке. Давайте я просто для более такого качественного эффекта просто покажу, что здесь у нас есть ключик, если мы говорим про Макадами, и есть специальная пленка, которая вот так это все выглядит, и, соответственно, она многоразовая, ее можно вот так обратно проклеивать, соответственно, закрывать обратно эту крышку, и таким образом достигается там больший срок хранения и качества этого продукта. Соответственно, здесь, условно говоря, мы можем открыть там орех, чтобы посмотреть там качество. То есть мы здесь видим полностью кремового цвета орех, который отвечает там всем требованиям и, соответственно, там ароматическим. Всем жестким требованиям Макадами. Да, можно так сказать. Вообще вот эта упаковка, почему мы стараемся как меньше, как, возможно, меньше допускать сюда воздух? Потому что если кто знает крупный опт, орехи издалека, если они подвергнуты какой-то обработке, они приходят в вакууме, чтобы не терялся аромат, чтобы не попадала влага. Все это влияет на вкус, на форму ореха, на его аромат. Если ты открыл баночку и закрыл ее обратно, аромат ореха не потерялся, влага туда лишнего не попала. Открыл, чипсы, кокосы остаются такие же ароматные, хрустящие, а не превращаются во что-то такое гнущееся. И у меня есть возможность не купить маленькую баночку, скушать, и она не потеряла вкуса, купить большую баночку, но долго наслаждаться. Сергей, у тебя есть возможность прямо сейчас попробовать, мы закончим интервью, мы тебя обязательно угостим. Моя улыбка стала еще шире. Спасибо, ребята. Пожелаем вам удачи на нашей выставке. И с вашими планами, надеюсь, через год с вами увидится, и вы уже как крупнейшие игроки рынка будете рассказывать про свою экспансию на рынок. Спасибо вам огромное и удачи. Спасибо большое, Сергей. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...